Свобода в клубах. Проект Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Юрий Дудь и Иосиф Сталин. Фильм «Колыма. Родина нашего страха» и поклонники Сталина в России. В клубе «Перелётный кабак» социолог Лев Гудков, глава Левада Центра, Ксения Сахарнова, режиссёр, документалист и видеоблогер, Сергей Бондаренко, историк, консультант фильма. В записи Елена Рыбакова, критик, социологи Любовь Барусяк и Ольга Здравомыслова. Ведёт программу Елена Фанайлова. Коротко описывая жанр фильма «Колыма. Родина нашего страха», я бы сказала так, что это роут-муви, это дорожное путешествие, где Дудь и его команда едут от Магадана до Якутска, проезжая маленькие поселения, некоторые из них полуразрушены, некоторые вполне себе в рабочем состоянии, там даже какой-то санаторий шикарный имеется, который они посещают. Очень часто в этих местах существует какой-то музей или мемориальный комплекс, и Дудь и команда встречаются с людьми, которые всё это, ну, как бы описывают и, как правило, очень хорошо знают, как краеведы. Всю ситуацию двое спутников таких по этому путешествию в другой мир, в абсолютно другой мир, один из них историк, второй краевед, плюс водители, два шикарных совершенно человека, и, собственно говоря, ну, два главных героя или комментатора, о которых все упоминают, это Ефим Шифрин и Наталья Королёва, дочь генерального конструктора Сергея Королёва, плюс ещё комментаторы, о которых все или почти все забывают, это Роман Романов, директор Музея ГУЛАГ. Вот мы описали такую схему этого фильма. Я тут без некоторого приступа сарказма не могу сказать, что Лев Миша Гудков оказался в виде таком, ну, впрочем, в привычном для себя виде уже провокатора дискуссий, человека, которого критикуют за то, что он считает, что общество становится сталинистским или терпимо относится к сталинизму. Так вот, я бы, доводя дело до абсурда, сказала бы, что Гудков оказался в компании Максима Шевченко, Захара Прилепина и блогера Гоблина, и ещё ряд товарищей, которые резко раскритиковали фильм Юрия Дудякова «Мародина нашего страха». Или речь идёт всего-навсего об одном замечании, которое вы себе позволили на эхе Москвы. Я вообще о фильме почти ничего не говорил. Это правда. Ну, фильм как фильм вполне такой жанрово-традиционный и не открывающий ничего в этом смысле нового. То, что меня поразило, и то, что, мне кажется, действительно проблемы, это то, что фильм начинает обсуждение с чистого листа, как будто до этого не было. Причём делает это на довольно примитивном уровне. Таком, как там обсуждалось лет 50-55. Хороший Сталин, плохой Сталин. Я бы сказала, что всё-таки не на примитивном, но на очень пропедевтическом, на очень педагогическом. Он сразу говорит в первых буквально минутах, что я этот фильм делаю для себя и для своих ровесников. И для того, чтобы люди, которые ничего про это не знают, могли понять. Но ведь меня не фильм поражает. Я это всё знаю. И знаю даже по-родственному. У меня дед погиб в Сосумане. И если я правильно помню, это недалеко от посёлка Ягодное, где родился Юрий Шевчук. И это тоже упоминается в фильме. Так что тут для меня это не открытие было. То, что меня поражает, это связанная с этим резонанс. 13 миллионов просмотров. Даже больше, я думаю. Вчера я смотрел. 13. Это означает, что вся работа историков, политологов, публицистов, писателей, которые осмысляли это, она как бы в нуль. Она просто нынешнее поколение не знает, не воспринимает, не интересуется это. И тот вот упрощённый взгляд, вы называете это пропедевтическим или ещё каким-то... Или популяризаторский, или педагогический. Да, разжёвывающий, очень упрощённым. Мне кажется, и с моральной точки зрения, и с социальной точки зрения. Прежде всего, с моральной, конечно. В принципе, фильм в струе, в давней струе. Потому что, если посмотреть на нашу литературу, действительно, там проступает сильный такой мотив как бы некоторого пробуждения памяти. Последние лет 10, ну, действительно, появляется... Абсолютно. Это то, с чем современная русская культура пытается работать. Это как раз поколеническая очень вещь. В который раз я называю здесь книгу памяти, памяти Марии Степановой, которая вызвала бешеный интерес у молодых. Вот для меня книга Марии Степановой – холодная книжка, без личного отношения. У меня такое ощущение, что вот как бы человек выгребал из письменного стола, из ящиков всякие обрывки, копии, и всё это свалено в одно. Несмотря на то, что там семейная история. Семейная история. Нету отношения там личного, нету понимания, нету оценки. Я бы сказал, что для меня было потрясением совершенно другая вещь Сергея Лебедева – предел памяти. Совершенно потрясающий предел забвения. Это личное, очень глубоко осмысленное и сильнейшим образом прочувствованное. Для меня это вот образец отношения к прошлому должно быть. Вот со всей глубиной, со всем пониманием, что прошлое не ушло, оно в нас сидит. Мы только этого не замечаем. Ну, просто по жанру это разные книги, я бы сказала, если уж мы начинаем тут такой большой жанровый спор. Я не о жанре сейчас, я о некотором человеческом отношении к прошлому. Мне в этом смысле всё равно, как это написано, как мне важно некоторое отношение к этому прошлому. Вот нынешнее поколение, которое я вижу, оно категорически отказывается понимать, что это было за время. И поэтому оно воспроизводит в значительной степени, воспроизводит всю ту же структуру ментальности, морали, отношения к человеку, только не осознавая это. Большинство, по крайней мере, молодых людей про Сталина вообще никогда не думают. У них есть некое представление. Я попросила своих студентов написать эссе про отношения к Сталину и их мнение, откуда они берутся. Многие говорили, а бабушка говорила, что при Сталине жили хорошо. И почему я, вот я цитирую точно, почему я не должна верить своей бабушке? Некое представление о том, что тогда были те, значит, социально-политические и экономические обстоятельства, которых сейчас нет, на которые дефицит, оно вот в такой модернизированной памяти, то, что называется, берет как очевидцы. Здесь даже это не очевидцы, оно есть. Какое-то представление о том, что не было так, значит, не воровали. Социальная справедливость тогда была, а сейчас социальной справедливости нет. И самое главное, конечно, это победа в войне. Здесь можно говорить о некоторой накрутке такой вот общественного внимания. К чему? К нашей силе, к нашим, значит, к победам. Ну, в общем, других-то достижений больших нет, а вот это есть. Пару лет назад в Литве была большая, серьезная, очень скандальная история, связанная с книгой Руты Ванагайты, нашей. Да, совершенно потрясающе. Они с Ефремизуром проехали по всем местам холопоста. Так же, как и едва, вы помните, соседи польской. Но всякий раз, когда возникает столь громкая история, у историков вопрос ровно те же крути. Почему ты такая популярная? Почему твоя книжка прозвучала, а мы 20 лет работали, и мне показывали эти книги, и там действительно огромная архивная работа литовских историков холокоста. А что-то происходит, да, вот человек находит какой-то ключик, какой-то ход, после которого вдруг все общество начинает про это говорить, и 13 миллионов просмотров, и даже какие-то очень лестные дальше для Тудя анонсы, в том смысле, что наконец у нас открывается возможность поговорить про нашу трагическую сталинскую историю. Мне кажется, что это, в общем, перебор, конечно, некоторый, ну, это какой-то поп-механизм того, как в нынешнем обществе вдруг начинает работать та или иная тема. Это моя такая рабочая гипотеза, но я прям сразу вспомнила вот все эти переговоры вокруг Дудя, очень мне напомнили переговоры вокруг книги Унагайта. Я вот сейчас в последний момент подумал, что вот эти претензии Льва Дмитриевича мне немножко напоминают, скорее, ситуацию поздней перестройки, да, что вот было какое-то количество людей, которые, когда вот все это вдруг начало публиковаться, там кто-то вдруг впервые Шаламова прочел, там кто-то еще что-то, была ведь не такая маленькая группа людей, которая говорила, что ну, мы-то давно уже были в курсе, что вы там нам рассказываете, что вы слепы были, что ли, все это время вы жили, уже там и Солженицына выслали, и все мы уже это прочли, мы все это уже знаем. Нам, как бы, мы рады этому подъему, но нам немножко смешно, что вот сейчас эти люди, которые жили все в этой стране, проживали всю эту историю, вдруг теперь говорят, что для них это какое-то невероятное открытие. Мне кажется, что, во-первых, вот эта вещь, я думаю, что так всегда ведь происходит, да, что если в некий более широкий контекст включается какая-то вот, например, вот этот фильм действительно Юры про Колыму, что это немножко, это меняет фокус, да? Да. Потом, конечно, меня немножко пугает вот это обобщение, что вот нынешнее там поколение, ну, то есть, конечно же, это же просто очень разные, опять-таки, разные люди в разных совершенно ситуациях. Конечно, для многих, там, не знаю, скажем, словно для меня, ничего в этом фильме Дудя нового нет. Тем более, что, Сережа, не будем скрывать, вы были одним из фокус-инсультантов исторических. Да, но это не небольшой был фокус, просто, да, посмотреть этот фильм и в каких-то местах, если хотите, там довольно интересно можно пообсуждать, в каких, были сложности, вот так или по-другому. Да, 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 да. Вот с литовским примером, что меня немножко здесь смущает, что все-таки там, хотя, может быть, сейчас, я думаю, вы в чем-то и правы, да, что там ведь очень сильная агрессия против нее, потому что она сказала нечто, что им до сих пор на разных уровнях сложно бывает признать, вот, а с, мне кажется, что у нас эта дискуссия, не знаю, она в каком-то немножко другом модусе происходит. Я, мне не кажется, что кто-то, что, какой-то, это, может быть, Лев Дмитриевич лучше понимает, что кто-то в огромной степени вообще отрицает сталинские преступления. Скорее, они включаются в такой более нормализующий контекст и говорится, что, ну, как бы, да, это было, но, но мы все знаем почему. У этого была цена, цена нам понятна, там, победа. Модернизация произносит такой слов, да, стальская модернизация, да. Вот, вот это просто, мне кажется, довольно важная разница. У меня возникла такая мысль, что, возможно, секрет популярности этого фильма связан именно с тем, что все изложено так просто, доступно и даже где-то примитивно, что это просто такой ликбез, понимаете, это ликбез. Я бы не стала ни в коем случае рассматривать этот фильм как какое-то выдающееся произведение документального кино. У меня есть вопросы, может быть, к жанру, например, вы сказали, что роуд-моби, да, конечно, это роуд-моби, но есть вставные, может быть, где-то грубо вставленные, хаотично расставленные вот эти интервью. Да, это тоже можно все обсуждать, но мне кажется, это не самое интересное. Главное то, что вот надо фильм рассматривать именно в контексте той аудитории, для которой он сделан. А Дудь это заявляет в самом начале, что я делаю вот для этих, которых опросили, и половина из них не знает вообще, что такое сталинские репрессии. И потом, да, я делаю... Объяснять им глубоко, вводить их в этот материал, в этом фильме, просто, ну, нет ни времени, нет ни возможности. Возможно, они сами посмотрят, узнают, и потом дальше пойдут что-то читать. И это самое важное. Мне кажется, что так. Тем более, что аудитория Ютьюба, он же не на центральный канал вышел, да, вот с этим совсем. Аудитория Ютьюба только сейчас начала привыкать к политическим темам из-за Навального. Было такое исследование, буквально вот по... Ну, люди, которые в этом понимают, у них такая есть гипотеза, что только он вам не Димон, и вот эти все обращения Ютьюбу с Киевом Навального к молодому поколению сделали возможным появление вот такого типа обращения. Предлагаю посмотреть на то, что сделано в этом фильме с перспективой истории культуры, истории литературы прежде всего. Как это сделано, как устроен тот, кого проще всего назвать автором или повествователем. Это почтенный литературный, конечно, кинематографический тип путешественник, который попадает к каким-то существам диковинным, совсем на него не похожим. Американам, лилипутам, диким людям, странным племенам, на Марс, в преисподнюю, куда угодно. Для литературы открытие возможности так говорить, смотреть на тех, кем ты совершенно не являешься, что это было в свое время, тогда, в эпоху просвещения, на заре просвещения колоссальным революционным шагом. Разумеется, с появлением кинематографа кино тоже стало им очень активно пользоваться. Дудя в этом интересном фильме, собственно, мы видим этот прием в чистом виде. Есть персонаж, автор, его можно назвать наратором, как обычно говорится в науке, который попадает к людям в места и обстоятельства, абсолютно на него не похожие. Это нечто, с чем он не имеет никакой внутренней связи. Он не происходит от этих мест, как Гулливер не происходит от великанов или от лилипутов. Именно поэтому ему так легко дается удивление. Для него здесь все чужое. Он пришел, чтобы увидеть, узнать, занести в каталог. Он сам не изменится после того, как он это узнает. Мне кажется, важным это подчеркнуть, несмотря на то, что уже в начальных титрах заявлено, что это все сделано для того, чтобы понять, откуда в нашей стране страх, откуда страх в поколении наших родителей. Это желание провисает в фильме. Весь его художественный строй говорит о том, что это сделано не об этом, не для того, чтобы понять, а для того, чтобы вот так вполне мастерски испугать и испугаться. Я, в общем, честно говоря, не напуганная и не вижу, чтобы Дудь был там особо испуган. Мне кажется, он вообще качлый. Он едет такой, яйцепсер такой крутой. И минус 50 мне не страшно, я в прекрасной экипировке. Но при этом он, конечно, показывает, что такое минус 50. И несколько раз в фильме вот так вот бросает этот кипяток в воздух, который застывает, как звезды. И он все время вот этим людям, которые одеты точно так же, как и он, в Москве, в Питере, в крупных городах, он все время возвращает их к этой точке холода. Поймите, как здесь. И представьте, как было там этим ЗК, как они себя чувствовали в ватниках. Какова была цена выживания. Он, вот это благополучное экипторское поколение, вот этой точкой холода, он как бы втаскивает в это пространство. Хоть так почувствуйте. Не поймите, я сейчас говорю, можно там, соглашусь, что интеллектуальные претензии могут быть, но чувственно он использует материю кино очень хорошо. То есть пускай вам будет так же холодно. Из того, что говорила Лена Рыбакова, только я не очень согласен именно, мне кажется, с главным посылом, что это какие-то там для него другие люди. По-моему, как раз он все пытается себя соотнести, и показать, что, в общем-то, это такие же люди, как и мы, просто в каких-то невероятных для нас обстоятельствах, которые очень небольшое количество людей в них оказывается. И, мне кажется, соотнесение там довольно прямое происходит. А что касается его фигуры как норатора, повествователя, я думаю, что здесь важно очень подчеркнуть, что он ведь действительно сам ничего не знает. Этим он очень хорош. Он тогда это не скрывает. Он очень откровенно идет на интервью с какими-то взрослыми людьми. Он честно говорит, я того-то не знаю, я там то-то не знаю, я там что-то прочел, расскажите мне, как это было на самом деле. Это тоже, как у всякого умного и правильно понимающего свою задачу человека, это тоже прием, конечно. Но прием очень правильный, потому что он таким образом задает себе вот эту систему координат, в которой он что-то сам понимает, он консультируется с кем-то, ему кто-то рассказывает, но тем не менее он таким образом снимает с себя ответственность, в том числе и моральную, и в каком-то смысле даже этическую, действительно за... Он не читал вторую книгу Надежды Яковлевны Мандельштамма, это, например, вот, я не знаю. Это очень важно ее прочитать, она очень хорошая, вот. Но он ее не читал. А это вам, Сережа, известно по общению с ним? Или по... Мне кажется, он этого никогда сам не искренне, мне кажется, это и так понятно. Но из того, что мне было близко Шаламов, я был рад, что он его практически не тронул, потому что мне было страшно, что сейчас будет что-нибудь про Шаламова, и я расстроюсь, потому что я с этим буду не согласен, или это будет как-то поверхностно. Вот. Там, по-моему, очень удачно. Там просто цитаты и маленький-маленький фрагмент. Про леденую душу, это как раз вписывается в этот холод. Я бы сказал, что с точки зрения того, как это было всеми ребятами там сделано, мне кажется, что они очень, ну, достаточно деликатно сделали, а потом спрашивали там далеко не только меня, вот что, не режет ли тебе здесь что-то глаз, где здесь полная глупость, там, что вот, в каких местах нужно что-то добавить. Так что, по крайней мере, с журналистской точки зрения, может быть, нужно было найти не меня, а кого-нибудь там поумней, вот. Но с журналистской точки зрения, они работали, мне кажется, очень добросовестно. Давайте вот о ком поговорим, вот об этих людях второго плана, так сказать, о шоферах, краеведах, о людях, которых, о музейщиках, вот об этом, обо всем. Вот у меня такая гипотеза, что он, конечно, хочет быть одним из них. Когда Дудь разговаривает с шоферами, и когда... Ну, потому что там, например, есть чудесное описание того, как в каком-то кафе, уже, кажется, под Сусуманом это дело происходит, кафе, где... Это был Том Харди. А где это? Да. Где он, да. Где он, да. Где он, да. Но это хороший способ просто тоже притянуть аудиторию, сказать, что вот это тут, и тут был Том Харди, у которого вы все видели. Сравнение Королёва с Илоном Маском. Ну, это же прелесть. Вот это тоже, это тоже из той же серии. Знаете, о чем я подумала? Что, опять же, так устроен современный мир. Когда я смотрю, как сделали благодаря сериалу «Игра престолов» культовый город из Дубровника, куда едет огромное количество туристов именно из «Игры престолов», я немножечко напомню, что город находился в одной из страшнейших блокад в начале югославских войнщиков. Это чудовищная история. Это огромная история, связанная с ЮНЕСКО, с тем, как было уничтожено наследие города. И, понимаете, да, прошло всего 15 лет. Что люди помнят о блокаде Дубровника? Они приезжают хорошо, если они зайдут после вот этого всего антуража Игоря престолов, если они зайдут в музей фотографии, который там существует, документальный, очень хороший, и увидят то, что происходило с городом под белградскими бомбардировками. Вот так все меняется за очень короткое время. Вот я про это и хочу сказать. Скажите, Артемий. Не про фильм и не про то, что мы знаем и прочее. Я про самому социальное явление, вытеснение, сопротивление. Это не только наше явление. Это у немцев сильнейшее сопротивление против принятия вины. Вы имеете в виду всю историю послевоенную, немецкую и длинную достаточно историю, связанную с демонстрикацией. Принятие, вытеснение коллективной травмы и обессмысливание ее, для реализации ее. Как бы прошлое не существует. Полная слепота. Это такое... Не-не-не, Леонидович, я вот сейчас... Одну секундочку. Это то же самое в Германии, то же самое в Польше, то, что описывал Гросс, то же самое Ваганай это описывает. То же самое, на мой взгляд, проявляется вот в этой реакции как бы неожиданности. На самом деле, по нашим опросам, знают это. 68% говорят, что Сталин преступник, виновен. Но вытесняется это. Потому что с этим жить нельзя. Надо тогда... Очень трудно жить. Это невозможно. Это надо совершенно по-другому смотреть на советское прошлое, на собственную идентичность, на собственные понимания. И это ведет к тому, что начинают работать механизмы вытеснения. Преуменьшается число жертв. И прочее, прочее. При этом люди понимают, что это был за режим. И не хотят в нем жить. Понимаете? Но с моей точки зрения, это очень интересная вещь. То, что мы не осознаем абсолютно. Ну, не мы, а вот образованная публика как бы. Наследием тоталитаризма является нигилизм. Сильнейший. Это вот то, что Бродский называл антропологической катастрофой. Отсутствие всяких оснований для самоуважения. И вытеснение вот этого чувства вины, стыда, принятия ответственности, возможности идентификации, прочувствовать то, даже самоуважение, на самом деле. И в том числе. Именно к этому. Поэтому это компенсация или фигура мифа Сталина. Но самое главное, это неспособность к сочувствию, к включению в то, что было тогда. У большинства такая позиция не грузите нас. Это все слишком тяжело и лучше, ну, поменьше про это. Ну, конечно, да. Ну, в общем, какой-то найден такая позиция. Было много плохого, ужасного не надо. Это, конечно, повторять ни в коем случае. Это все очень такое мрачное. Но, конечно, в то же время страна развивалась, а главное, она победила в войне. И вот на этом собственно и все и строится. Популярность Сталина вообще в значительной степени, по моему мнению, держится на той идеологии, которая становится ключевой, стала ключевой сейчас. это идеология великой державы, одержавшей величайшую победу в 20 веке. Это реально огромная проблема, потому что мы победившая страна, а не проигравшая. Сталинистская или около Сталинистской советская версия Сталин, безусловно, виноват, но без него не было бы победы. он победитель. Да, это классическая формулировка. Это пожилые люди, малообразованные периферии, в которые, и мы это видели в фильме, постоянно. Молодых это абсолютно не интересует. Вот, что важно. Индифферентность полная. Но, тем не менее, вы знаете, к могиле Сталина идут и молодые тоже, и несут эти гвоздинки. Там это крохи. Мало ли, маргиналов таких. Это не это главное. вы считаете, что в социологическом смысле те молодые люди, которые идут поклоняться Сталину, это, в общем, не такой серьезный оператив. Не хотят отвечать. Не хотят. Вот, в мое время такое выражение. Я не хочу этого читать, это слишком тяжело. Понятно. Вот. Я до сих пор это вполне в ходу. Мне кажется, важно из того, что сказал Лев Дмитриевич про удивление. Мне кажется, что большая часть удивления, вот, по-моему, действительно, вы же говорите, что люди-то знают про репрессии, в общем-то, и помнят. Поэтому, мне кажется, что здесь довольно большой момент удивления, что Дудь берет вот эту тему, что какой-то важный для большого количества людей персонаж, герой, интервьюер вдруг говорит, что вот для меня это важная тема, не только русский хип-хоп современный, не только режиссеры, не только кто-нибудь еще, там телеведущие, а вот Колыма. И здесь, мне кажется, вот тут вдруг тема погружается в какой-то другой контекст. То есть мы там, не знаю, с друзьями пару недель после этого фильма шутили, что вот у нас сейчас две недели будет самая модная профессия на свете. В мемориале где же все эти толпы людей, которые приходят теперь узнать всю правду? Никто, конечно, особенно не пришел, но контекст, даже я там, не читая ни рецензии, ничего, немножко изменился. Вдруг оказалось, что эта тема почему-то важная. А дальше пусть они действительно свои суждения строят. Я думаю, что он легитимировал, он снял с них ту часть страха, о которой, Людмич говорит, или часть нежелания. Ну да, нежелание, может просто отсутствие интереса. Так вот может быть. Это не страх, это чисто дискомфорт. Ну я вот дискомфорт снял. Некоторую неловкость. Вот эту неловкость он снял для этой публики, ребята, так можно. Понимаете, вот мне действительно очень интересны больше всего два его шофера, с которым он там разговаривает. Это вот как бы никто их не отмечает, но это вот то, что погружает нас в современный контекст, это приключение этих двух мужиков, которые один там с французами ездил, он все знает про то, как замерзают, как медведи себя ведут, как люди себя ведут. То есть там куча вот такого мощного контекста, причем один уехал на Украину, друзья мои, с Украины он, он вернулся на Украину, потом вернулся сюда и так далее, и так далее. Вот эти придорожные кафе, этот живой язык этих дальнобойщиков, ну я уж не знаю, кто они там, вот это все тоже про человека. Вот важно, что появление этих персонажей говорит нам о человеке там. Ты легко себе можешь представить, что такими же были русские мужики в этих периодах репрессий или похожими, только у них айфонов не было. Только у них не было айфонов, не было вот этого там видоса. И будут помощи у них не было, которых спасают. Да, вот мне кажется, что это такая интересная. Не надо ехать за этим. В принципе, да. Я говорю, что в 50-е годы я жил на Клязманском водохранилище, размывались эти могилы, влезали по обе стороны канала, понимаете? И, соответственно, местное население знало об этом. Это почти черта Москвы уже сегодня. И это вот существование, ну, как бы человек ко всему привыкает. Но это отдельная большая другая тема, что не обязательно ехать на край земли, что, в принципе, может быть, еще более поразительно показать, что вот прямо тут, где вы находитесь, прямо вот два шага от вас, то же самое, просто вы этого не знаете. Вы в этом живете, вы к этому привыкли. Но в Мемориал и в том числе ваши молодые коллеги очень много над этим работают. И экскурсии шаламовские, и экскурсии на канал Москва, и, в общем, масса, конечно, работает. В этом смысле это принципиально важно, и это необходимо. Только это не так развлекательно, как посидеть у телека, да, у монитора, посидеть там и посмотреть. Я не чувствую в этом ничего плохого. Мне кажется, в развлекательности нет в этом смысле. Нет, конечно, здесь было важно сделать что-то, что увлечет эту аудиторию. Вот я, например, по слову Галит, как вы меня позвали на программу, я решила устроить такой удачный просмотр этого фильма, на котором присутствовали представители трех поколений. До 30, после 30 и после 60. Так. Вы знаете, все смотрели одинаково увлеченно. Потому что, допустим, мои родители, которые, ну, там много знают про сталинские репрессии, им было интересно посмотреть на Колыму, да, увидеть эти пейзажи, увидеть этих людей. Моя сестра, которая 27 лет, и она, в общем, достаточно интересующийся, читающий человек, сказала, а что, Королев был в лагере, да? Понимаете? Вот, понимаете? Есть такое дело. Вот я сотрудничаю с музеем истории ГУЛАГа, туда будут очень часто экскурсии школьников. 9 из 10 человек не знают вообще, что такое ГУЛАГ. Кто-то думает, что ГУЛАГ – это отдельный какой-то лагерь. Понимаете? Вот для этих людей сделана большая работа, и поэтому я просто обеими руками за этот фильм, потому что... это значит не воспроизводится. К сожалению, что бы не делал мемориал? В производстве культуры нету преемственности, нету накопления. Очень быстро все забывается. А может быть, и концепция, на самом деле, не было никогда. И это главная проблема. Понимаете? И это главная проблема. Мемориал делает колоссальную работу возвращения имен, акция, которая растет каждый год, но все равно этого настолько недостаточно, понимаете? При том, что люди не успевают войти. Чтобы бороться с этим вирусом сталинизма. Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах» Юрий Дудь и Иосиф Сталин. Фильм Колыма «Родина нашего страха» и поклонники Сталина в России. Программу ведет Елена Фаналь. Дудь педалирует тему экзотического. Это понять нельзя, потому что все это нечто нечеловеческое. Нечеловечески страшное, нечеловечески красивое, нечеловечески далекое. От нас это все о каких-то великанах. И это прямо противоположно тому, как работает в кадре Клод Лансман. В его фильме есть только интервью и пейзажные съемки. Нет документов, нет фотографий. По всем, что делает Лансман, подчеркнута обыденность, привычность, абсолютное отсутствие экзотики. И вот здесь, мне кажется, чрезвычайно важна разница в том, как устроены взгляды двух этих документалистов. Один все время подчеркивает экзотическое, не наше, не похожее на нас. Другой все время говорит о том, что это вот здесь было, это было с такими же людьми, как мы. Они вот так говорили. Он эту речь все время разоблачает. Мы говорим о событиях, которые не могут отлиться в слове, потому что и язык нас предал, как предала нас в этот страшный момент, не точечный, а раздянувшийся на 6 лет, вся человеческая история. Вот наша человеческая природа нас предала, и мы стали убивать друг друга. И нет ничего, что позволило бы объяснить, почему это было. И, собственно, весь его фильм об этом. Мне кажется, это тот важный фон, на котором фильм Дудья, разумеется, сделан человеком совсем другого поколения, другой истории, другой визуальной культуры, другой культуры переживания. Это тот важный фон, на котором я не могу не воспринимать эту работу, разумеется, совсем не оценивая ее в категориях хорошо или плохо. Елена к очень важному контексту нас обращает, безусловно, к истории знаменитого фильма Клода Ланцмана Ша. Это многочасовой блокбастер, который рассказывает нам, ну, то есть, это такая историческая реконструкция, если можно так сказать, того, что происходило. Историческая реконструкция не самой катастрофы, конечно же, Второй мировой войны, а ну, это диалоги с людьми, которые выжили в лагерях, и которые были кто-то жертвы, кто-то относился к зондеркомандам, кто-то палачи вообще такие настоящие, которые еще были, жил в 80-е, когда Ланцман снимал, и он берет там архивы, но это очень лестно, я бы сказала, для Дудя. вы знаете, я тоже поразилась. Потому что Клод Ланцман должен в гробу сейчас вертеться, просто тут главная разница же в чем, что может быть немножко уходит сейчас, если понимать, что как бы Дудя, он через две недели выйдет еще один фильм, и может быть, еще через две недели выйдет еще более амбициозный фильм с точки зрения продакшена, сложности съемок и так далее. То есть, он сделал это, сделал по-своему неплохо, поставил галочку и двинулся дальше. Для Ланцмана, как мы все понимаем, это было дело всей жизни, десятилетий, поэтому, да, сравнить можно все что угодно, это неплохо, когда на этот контекст, конечно. Давайте проведливо стирать, скажем, что Елена говорит о себе, как зрителе Ланцмана, что вот она и какая-то часть людей, у которых на подкорке это кино, не могут не проводить определенные параллели. Лев, Думич, не дали бы у вас. Я абсолютно согласен с тем, что говорит, кинокритик, мне очень важно то, что он, Дудь, говорит об этом как в иррациональном процессе, как бы бессубъектное зло, а все только в некотором смысле и жертвы, непонятно, почему это, почему это произошло, почему такое отношение к людям, миллионам людей сгноили. Он вообще дает нам понять ужас этого времени. Частично, да, но природа этого зла, она не ставится под вопрос, вообще говоря, и у него в голове этого нет. тут 2 миллиона прошедших и погибших в лагерях, 20 миллионов прошедших и погибших, дуть эти цифры называются у начала. Кто это? Почему это? Лежимович, а у вас у самого какой ответ? Он может быть? Потому что вопрос, что они зла 20 века, это большой вопрос. скажите. У меня, как социолог, как политолог, я бы сказал, что тут есть ответы на это, есть разработки, показаны. Масса работ, начиная там от Ханны Ааронда и прочих. Ханны Ааронда просто, я называю, как Пушкин, да, совершенно верно. Первые попавшиеся. По версии, да, по версии 20 века. Существуют огромные литературы, до Ханны Ааронда, более, в каком-то смысле, даже интересные. После этого масса работ, которые разбирают этого. Мы не хотим этого знать. Просто не хотим. И нельзя сказать, что она недоступна. Может быть, люди захотят узнать, пойти дальше, пойти к первоисточникам. Я имею в виду, что на почве исследований советского татаризма не существует аналитики равных, не существует. Про вторую книгу Надежды Мандельштам и, допустим, она не переходит в научное, в позитивистское знание. Есть масса работ прекрасных историков. В конце концов, Сорокин в Распыне издал историю сталинизма в 200 томов. Понимаете? 200 томов, я говорю еще. Но это... Это основном источники все-таки. Это же все-таки в основном... Или вы имеете в виду Распыновскую серию? Распыновскую серию. Да, там есть очень хорошие, конечно. Я бы хотела получить более конкретный ответ на вопрос о бессубъектности зла. Кто виноват? Сталин, а советский народ? В чем тут дело? Как так получилось? Кто отвечает за репрессии? Потому что сейчас, опять, это много обсуждается в социальных сетях. Вот, Доблатов сказал про там 200 миллионов доносов, а кто были эти люди? Дальше возникает вопрос, а законно ли было принимать и рассматривать эти доносы? Хорошо, что там фильмы лучше... Это как раз то место, под которым мы немножко подкопались, чтобы этого не было так. Поскольку, уж действительно, хорошо бы, чтобы одна из вещей, которые все более-менее поняли, это то, что доносы не являются движущей силой террора. Что движущей силой террора является государство, плановость террора и так далее. Что донос ничего не определяет. Ну, то есть, он определяет многое, конечно, это важная часть, но не он побудительный мотив. Поэтому, вот, это, конечно, опять-таки ситуация меняется. Я бы немножко по-другому это не смотрел. Да. Вообще говоря, тоталитаризм возникает в разных культурах и в разных странах. О, да. Но в одних случаях есть сопротивление этому, в других, оказывается, мы беззащитны. Понимаете, старая истина, вот, буддовская, если рука не ранена, яд можно нести в руке. Яд не повредит в руке. Значит, надо искать в самих себе причины повреждения. Отсутствие иммунитета к этому. А это гораздо более серьезные проблемы, чем Сталин виноват и прочее, прочее. В чем причина, почему не было сопротивления репрессиям? То, что логика машины, которая раскручивала репрессии, это понятно. Институт работает, как сегодня за палочки начинают там работать и фиксировать, и провоцировать новые величия и дела. Это все понятно. Это институт работает на себя. Почему нет сопротивления? Ну, тут, мне кажется, можно далеко выйти. Фашизм возникает, еще раз говорю, во многих странах, в Великобритании, в Америке, были эти самые. Почему в одних случаях возникает иммунитет, сопротивление, а в других случаях оказывается беззащитный и мы... Я, разумеется, не буду на это отвечать. Единственное, что я бы сказал, что справедливости ради, конечно же, ведь было сопротивление. И если мы там говорим, не знаю, про начало 30-х годов, опять-таки, как мы все прекрасно знаем, опубликована вся эта статистика по количеству восстаний в деревнях против коллективизации. Это тысячи, тысячи, тысячи прямо по экспоненте растет. Так что это скорее, опять-таки, для меня это вопрос того, что по-прежнему мы про это достаточно внятно и хорошо не говорим. То есть мы не меняем фокус, не говорим, что все подчинились, все были пассивны. Нет, конечно, это было не так. Потому что выносили, да? Да, да, потому что на самом деле всех с такой степени растоптали, что их историй во многом не написано, тех людей, которые что-то сопротивляли. Совершенно точно. Мария Феррити говорил как раз о рабочем движении и сопротивлении, как это было подавлено и уничтожено на примере в Ярославле и прочее. Да, ну вот про фильм мне хотелось тут важным еще не забыть, что вот мы много сейчас хороших и важных книжек даже назвали, но что хорошо в этом фильме, мне кажется, это чувство освобождения, которое дает сам Дудь, тем, что он разрешает вот этим другим людям этого не знать. То есть он первый говорит, что я первый дурак, я первый ничего про это не знаю, но вот сейчас я проеду, что-то расскажу. Разумеется, это может быть поверхностно. Вот я хотел вас спросить тоже Лев Дмитриевич, какой бы вы привели пример хорошего с вашей точки зрения удачного, не знаю, двухчасового, трехчасового, небольшого по формату рассказа, например, о советских репрессиях. Это кажется очень сложно. Вы предохотите все упаковать в один... Нет, ну я понимаю, что есть, нет, есть, нет, есть задача творческого человека. Вот он должен два часа проехать по Колыме, ему нужно максимально здорово выложиться, чтобы дать некий результат в конце. Я опять говорю, весь ажиотаж вокруг этого фильма, то, что он один, понимаете? А я говорю... Может быть, мы находимся при начале нового разговора, я все-таки... Я боюсь, что погасится... Может быть, родятся другие фильмы, вот в ответ, а вот мы сейчас копнем глубже, сделаем интереснее, потом другие фильмы действительно есть, просто они не получают такого охвата, ни один документальный фильм не может рассчитывать. Ну, ксения, ну, одно и завтра сама одно и завтра прекрасный фильм Варлам Шаламов Опыт юноши. Конечно. Вмечательный. И глубоко рассказывается, как формировалась система углов. Но он же не может получить... Показали на фестивалях, и все. Кто его увидит? Вот я и говорю, что у нас же нет проката, у нас нет... Другой говорю, про сопротивление. Это что-то что-то. Это совершенно поразительное. Георгий Женов в русский крест, Да, 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 совершенно верно. Это означает, что все-таки в какой-то части общества это знание существует, в том числе и в форме культуры. У меня есть любимый пример. Много лет назад мы с подругой смотрели список Шиндера еще на кассете, и пришла ее младшая подруга, внимание, переводчик, 20 лет девочке, она учится то ли в МГУ, то ли в общем, не помню где, и в процессе просмотра мы понимаем, что она ничего, ничего об этом не знает. Это человек, который учится на немецкого филолога. Понимаете, да, о чем я хочу сказать? То есть культура нуждается в бесконечном повторении, в бесконечной повторяемости. Это еще раз моя такая рабочая гипотеза, которая меня уже лет 15 беспокоит, потому что повторение мать учения, потому что если ты не повторяешь, исчезает информация абсолютно. И в этом смысле напоминание Дудяне считаю очень полезным. Вот его можно как угодно там критиковать с точки зрения содержательности, там, не знаю, поверхности, того, что это поп-версия или, как некоторые говорят, это панк-версия трагической истории, как угодно. Лишь бы она была, понимаете? Я тоже полагаю, что лишь бы она была. Одними и теми же словами в этом фильме говорят о Сталине и о Севере как таковом. Мне кажется, это не курьезное совпадение, не случайное. В последние дни, активно обсуждая этот фильм, многие отметили, что в фильме не просто две сюжетных линии, два настолько разнородных пласта материала, что можно смело говорить о двух самостоятельных фильмах, объединенных в один. Мне кажется, здесь следует пойти дальше и сказать о том, что фигура повествователя, которая смотрит и на то, и на другое, и на сталинскую историю Колымы, и на сегодняшний день жители этих мест. Эта фигура объединяет эти два фильма или два пласта, если угодно, в одно. Именно здесь становится возможным вот этот переход, это абсолютное остранение Сталина от себя. Он как Север, он такое место, из которого можно вырваться, можно накопить в себе ту силу, которая позволит об этом не знать. В этом смысле фильм Дудя оказывается более мощным высказыванием, чем самому автору хотелось бы. Он невольно, явно, идя в разрез с желанием автора, оказывается на стороне тех, кто действительно открыто декларирует готовность забыть о сталинских ужасах. Таков его художественный язык. Он говорит больше, чем сказано прямо. Так всегда бывает с любым художественным текстом. Так вот, к вопросу об этом последнем сталинском блоке. Вот он на меня произвел, конечно, очень большое впечатление. Вот этот вот его опросник. Что скажете, Ксения? Я говорю, что я испытала такую же реакцию, когда женщина, которая рассказывала, как волосы примерзали в бараке, вдруг сказала, совершенно легко, как в одной сцами. Замечательно. И у меня тоже была такая же реакция. Как? Ну вы же из этих мест. Как вы можете не соединять вот этого? Понимаете, это разговор уже... Не соединять эту информацию, известную из прошлого, и по рассказам живых людей, между прочим. Ну, в принципе, что сейчас происходит, что Путин не знает о том, как живет Россия. Это вот разговор тоже нам дает такую почву, да, что, ну, откуда вы ему знаете? У него вот плохие вот эти вот его ребята, которые там все это делают. Понимаете? Поэтому, да, и то, что дочь Королева, ну, это ее эмоция, которая, видимо, с детства, да, она же рассказывает, что мы все плакали, когда Сталин умирал. Поэтому, действительно, это сложная эмоция, но все-таки в ней, по-моему, перевешивает вот это осуждение Сталина. И это как-то, в общем, не безнадежно, мне кажется. Да. Ну, ребята молодые, по-моему, там все нормально. Да, нет, Ефим Шифрин вообще абсолютно в антисталинской позиции. Это понятно. Молодежь тоже как-то нормально реагирует. Сереж, ваш комментарий. Мне не кажется... Сталин с нами или не с нами? Розунь, куда он от нас денется? Он очень даже с нами. Просто, меня как раз, мне тоже кажется, что это довольно сильное место в фильме, и оно сильное именно потому, что оно... То есть, я готов представить себе ситуацию, в которой кто-то, например, мог бы это вырезать, скажем, или не взять, да? Но, как раз, по-моему, это самое понятное и справедливое, что мы все знаем этих людей. Эти люди как раз нас, в общем-то, окружают. То есть, дело не в том, что люди не знают. Да, люди знают, но они совершенно по-другому на это реагируют. Вот. И, по-моему, в этом смысле я не очень согласен с Леной Рыбаковой, что как раз это перемещает как-то фокус, если мы даже как-то в первом приближении говорим, там, кто виноват, или... Мы еще раз говорим, что это не некая отстраненная от нас далекая фигура, это нечто, что находится в нас самих, это наше собственное отношение к этой фигуре, то, каким образом мы интерпретируем то, что случилось. Вот. И, мне кажется, там этот вопрос довольно ясно звучит. Он сам по себе очень глубокий, и, по-моему, хорошо, что он просто декларирован, но никак там не объяснен. Вообще, фильм ведь сделан в этом смысле хорошо, потому что там есть голос вот наратора, да, но он осознанно пытается не давать никаких оценок. Если вы посмотрите, он, единственное, что у него есть вступление такое оценочное про себя, и финал такой ударный. Мне, скажем, финал, мне уже немножко тяжеловато смотреть в этом смысле, но, мне кажется, главное соблюдено, там нет того, что, чего, мне кажется, авторы этого фильма боялись, там нет, вот этого как бы другого поля, другого модуса, вот там позднеперестроечного из многих прекрасных фильмов, вот этого такого ударного, такого прям кондового, настоящего антисталинизма, который, может быть, нами разделяется на сто процентов, но когда он звучит вот таким категорическим рупором и таким указательным тоже пальцем, то он очень тяжело и совершенно неоднозначно воспринимается. то есть тут опять я возвращаюсь к тому, что есть некая свобода, к тому, что мы скажем просто, мы многое упустим, мы выскажем свое личное отношение, а дальше мы оставим это вот к вашему, к вашей, к тому нравится вам это не нравится, хотите вы про это подумать, не хотите. Все, спасибо, Леонид. Вообще говоря, тут более сложная конструкция, Сталин ведь не изолированный, он идет в сочетании с войной, он идет в сочетании иначе бы мы легли под американцев, да, как это панкратов, не паникратов, там, паникартов, паникартов, да, с одной стороны и цены этому делу, это ерунда, да? Это, это, очень, все вместе это образует очень важный механизм обесценивания человеческой жизни и поддержка мифа о государстве как единственные ценности, величие, гарантии выживаемости народа, страны и в целом. Ради этого можно действительно все, что угодно, загнать 20 миллионов в ГУЛАГ и прочее, прочее. Тут все время стоит где-то под спудом вот этот вопрос, хорошо, плохо, сколько это стоит и все время переносится акцент с, как бы, без, не имея цены человек, отдельная безценность в этом смысле, что она лишена всякого достоинства и ценности и самое важное это сохранение целого выиграли войну, заплатили золотом колыбы за победу и так далее, и так далее. Вот мы не осознаем, как воспроизводится эта тоталитарная структура сознания и это, мне кажется, очень важно. Я не еще раз говорю, я думаю, что то, что фильм появился, это хорошо, тут мне что-то об этом говорить, вот, но то, что он скрывает в себе, те проблемы воспроизводства тоталитарного сознания, которым мы не чувствуем, понимаете, для меня вот это самое важное. Нету времени, нет большого времени, нету объяснения, почему возникло такое вещь. Это не в одном фильме должно быть. Вот, давайте на этом остановимся, что это должно быть ни в одном фильме, и что есть, не в таком формате, что все-таки у нас есть надежда, что, как упомянутые нами образцы от Ханны Арендт до Руты Ванагетты открыли новые возможности для Сергея Лебедева, подчеркну, открыли новые возможности для разговора, так и фильм Коломородина нашего страха сделает это. Не считаю, что в этом разговоре все важные вещи, смысловые, которые связаны с фильмом Дудя, Коломородина «Нашу страх» мы проговорили. Это и необходимость возвращения к теме репрессий, это и провалы в исторической памяти, это и новые формы и жанры, при помощи которых тяжелая, неприятная, но необходимая историческая информация доходит до сознания людей, особенно людей молодых. И вопрос о том, что делать с трагической историей XX века по-прежнему является главным вопросом русской современности, как и важнейшее из искусств кино. Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Юрий Дудь, Иосиф Сталин, фильм «Колыма», «Родина нашего страха» и поклонники Сталина в России. В клубе «Перелетный кабак» были социолог Лев Гудков, глава Левада Центра, Ксения Сахарнова, режиссер-документалист и видеоблогер, Сергей Бондаренко, историк-консультант фильма. В записи Елена Рыбакова, критик, социологи Любовь Барусяк и Ольга Здравомыслова. Программа Вела Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова